МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многие представители старшего поколения отмечают, что нынешняя молодежь не ценит подвигов наших дедов и прадедов. Не знают настоящую цену победы. Но глядя на ребят, поисковиков, все домыслы сразу развеиваются. Все свое свободное время они тратят на поиски пропавших героев. Нас объединяет, наверное, память о прошлом, вернуть то, что было утеряно когда-то давным-давно. И восстановить все-таки Россию, как она была когда-то. Чтобы люди помнили о том, что было и что ушло. А не думать о том, как пойти в магазин, как купить телефон и как купить себе новый компьютер. Александр вступил в ряды поискового движения несколько лет назад. Он пришел, как и многие, с желанием отыскать своего деда, который в годы войны так и не вернулся домой. Но полученные эмоции после первых поисков свяжи в его памяти до сих пор. Там молодые ребята лежали в одной большой яме. Их было семь человек. Когда их поднимаешь, ты понимаешь, что тебе сейчас 20 лет, людям было тоже 20 лет, и они шли и умирали за нас, за будущее, за страну. Стать поисковиком не так просто. Кроме большого желания, необходимо пройти серьезное обучение в школе молодого поисковика. Школа начала свою работу с ноября прошлого года. Ее деятельность направлена на гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Учреждения изучают азы работы поискового движения. Морально подготовиться для того, чтобы поехать на этот Росковск, знать, чем вы будете заниматься на Росковскому, как находиться, как обращаться с взрывчатыми веществами, которые находятся с боеприпасами. И, соответственно, знать, когда находишь артефакты, которые есть на поисковом движении, те же самые жетоны или медальоны, или еще что-то, то, что, естественно, с военнослужащими, которые погибли, нужно уметь с ними обращаться. Среди артефактов находят медали и ордена, и даже маленькая лопатка становится самым дорогим сокровищем. А вот свои награды поисковики принимают скромно. В преддверии дня защитника Отечества губернатор Сергей Морозов встретился с общественным советом военнослужащих, где вручил благодарственные письма лучшим представителям поисковых отрядов. Большое спасибо, ребят, вам за вклад в развитие системы военно-патриотического воспитания, за активное участие в поисковой работе, за плодотворную общественную деятельность. В скором времени еще один солдат Великой Отечественной войны будет возвращен на родную землю, тем самым приблизив конец войны. Ведь именно благодаря поисковым движениям никто не будет забыт и ничто не забыто. Кристина Жакот, Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды.